мы с вами продолжаем и сегодня поговорим о том как перейти к активным действиям пожалуй это самый интересный этап достижения успеха этап активных действий по привлечению заказчиков мы уже говорили что на рынке фриланса действуют рыночные законы и в том числе важное правило платят только за то что так или иначе приносит прибыль чем больше прибыли вы приносите чем сложнее работы тем выше оплата соответственно вам нужно уметь приносить заказчикам прибыль и уметь показать что вы это можете но прежде чем вы начнете общаться с заказчиками вам нужно этих самых заказчиков найти источники получения заказа бывают несколько вариантов нескольких видах мы выделяем три основных источника первый это специализированные ресурсы ресурсы разного типа где вы можете получить работу там заказчики активно публикуют свои проекты а все исполнители оставляют заявки и заказчик в итоге кого-то выбирает второй вариант это прямой выход заказчика на вас например к вам могут обращаться по рекомендации ну как правило на начальном этапе этот источник получения заказов еще не задействован он появится позже когда вы формируетесь состоитесь как специалист и третий вариант прямой выход на заказчика то есть вы можете напрямую написать заказчику предложить свои услуги этот вариант тоже используется не так уж часто потому что многие новички просто понятия не имеют как обращаться к заказчику поэтому нет ничего удивительного что более 99 процентов начинающих сразу идут на специализированные ресурсы именно там выстраиваются первые их отношения с заказчиками там они получают азы и какие-то нормативы этого самого общения с клиентами ресурсы для работы можно тоже поделить на несколько видов это специализированные биржи фриланса то есть и биржи где заказчики публикуют проекты а фрилансеры отвечают кроме того магазины готового материала это немножко обратная ситуация когда вы уже сделали какую-то работу то есть написали текст нарисовали дизайн может быть создали какой-то архитектурный проект и выкладываете на продажу кроме того есть еще специальные ветки форумов для общения заказчиков с исполнителями нередко на тематических форумах программистов дизайнеров или оптимизаторов появляются специальные разделы где заказчик может подыскать себе исполнителя исполнитель в свою очередь может предложить свои услуги всем желающим и не стоит забывать про простые кадровые ресурсы где встречаются заказы для фрилансеров раньше на таких ресурсах ну к примеру там работа.ру встречались только резюме то есть резюме тех людей которые ищут работу в оффлайне но сейчас все больше появляется резюме от исполнителей которые работают во фрилансе и на некоторых ресурсах даже сами заказчики начинают подыскивать себе фрилансеров а не тех кто будет работать у них в офисе ресурсы найти очень просто пользуйтесь яндексом гуглом списки просто огромные сколько ресурсов выбирать решать конечно вам обычно целесообразно самого начала группировать несколько вариантов то есть использовать и форумы и биржи особенно на первых порах это очень актуально потому что заказчика еще найти трудно но вы должны четко понимать что тратить целые дни на мониторинг всех возможных источников вам не нужно иначе вы просто потеряетесь в обилии этих ресурсов запутаетесь и вы сами должны понимать что поддерживать рабочие профили в актуальном состоянии тоже очень сложно так что определитесь и выберите несколько таких основных живых ресурсов смотрите по активности по количеству участников как часто появляются новые заявки новые проекты либо новые рабочие темы и главное не бойтесь конкуренции потому что если вы начнете правильно и правильно создать свой рабочий профиль и будете правильно общаться с клиентом то у вас есть огромная просто вероятность очень большие шансы всех новичков опередить и свои первые заказы получить теперь давайте поговорим про типы контакта с заказчиком этих типов контактов мы выделяем тоже два заказчик ищет исполнителя либо вы предлагаете свои услуги в зависимости от источника может использоваться один из этих типов либо сразу оба причем в разных формах и с разными каналами коммуникации как через личные сообщения так и по электронной почте по айси кью по скайпу или даже через мобильный телефон и конечно не стоит забывать про личные встречи иногда так бывает что если заказчик и фрилансер проживают в одном городе то не встречаются лично но самое главное что при любом варианте вы обращаетесь к клиенту первый либо клиент к вам вам нужно сделать так чтобы клиент вам поверил и выбрал именно вас поэтому возникает резонный вопрос как произвести на заказчика нужное впечатление в итоге получить заказ смотрите убеждение заказчиков это целая наука и искусство и здесь очень важен самый начальный первый этап в общих чертах ваша задача выглядит примерно так настроить нужным образом информацию в ваших профилях об этом мы уже поговорили профиль не забудь включает и хорошее портфолио кроме того составьте коммерческое предложение для отправки заказчиком напрямую или для создания рабочей темы на форуме это коммерческое предложение должно быть действительно цепляющим оно не должно задержать стандартный вариант я хороший специалист я вам могу помочь обращайтесь обязательно ко мне обязательно сыграйте на своих преимуществах и выгодах заказчикам ну и конечно вы должны составлять эффективные ответы при ответах в проектах заказчиков при этом нужно использовать и не забывать важные правила общайтесь с заказчиком исключительно вежливо это кстати для многих новичков проблема никакого понебратства на начальном этапе быть не должно да и в дальнейшем тоже кроме того отвечайте на все вопросы заказчика если он задает в проекте вопросы либо потом дальше в переписке на все вопросы отвечать не игнорируйте ни один вопрос многие новички горят именно на этом они как будто не видят не замечают что написал заказчик в проекте но просто игнорируют вы никогда этого не делайте если просят отвечать ваську они сам проект пишите ваську если просят показать примеры работ показывайте примеры работ если просят назвать примерную цену то показывайте примерную цену при этом вам не нужно заискивать вы должны вести себя заказчиком на равных никаких просьб уговаривания ах возьмите меня ну пожалуйста дайте мне шанс вы снижаете планку как как специалиста вы партнер и заказчик для вас тоже партнер вы вежливы корректно но не заискиваете и вы должны всячески показывать что именно вы можете решить проблему клиента это исключительно важно для того чтобы получить заказ доказать что именно вы способны решить эту проблему и давайте мы с вами остановимся на эффективных вариантах подачи заявки проекте заказчика поскольку чаще всего начинающие фрилансеры начинают именно все таки с этого источника привлечения клиента то есть выходить на биржу фриланса и отвечать в проектах и так для того чтобы ответ получился удачным можно задать профессиональный вопрос если вы в теме то задайте какой-то метки уточняющий вопрос который докажет заказчику что вы понимаете о чем идет речь обязательно покажите ваше преимущество чем эти преимущества должны отличаться от всех то есть быстро качественно недорого это не преимущество это штамп а вот то что вы четко понимаете эту тему потому что работали тем то и тем то там то и там то столько-то лет и выполняли какие-то проекты вот это преимущество и конечно же покажите ваши профессиональные достижения то есть приложите несколько вариантов решения проблемы это будет очень здорово если вы начнете решать проблему то есть начнете как бы выполнять работу покажите что вы можете вы понимаете о чем речь и вот вы уже начали предлагать какие-то решения то есть вы втягиваете клиента в диалог и доказывайте ему что вы не просто подаете заявку а вы искренне заинтересованы в решении проблемы и вот-вот уже прям ее готовы всю решить ваша задача просто понять заказчика и фактически подстроиться под его ожидания вам надо четко позволить ему осознать что именно вы можете вот эту конкретную проблему решить ну может быть не с первой заявки но очень скоро при таком подходе вы получите ваш первый заказ дальше возникает вопрос как заказчика удержать потому что просто привлечь заказчика и получить заказ это недостаточно клиента нужно еще и удержать и в идеале сделать так чтобы он со всеми подобными задачами в будущем обращался только к вам и здесь мы дадим вам несколько важных советов всегда сохраняйте вежливость и такт даже если вы со временем переходите заказчиком на ты все равно в ваших отношениях должен всегда присутствовать профессионализм деловые взаимоотношения даже если вы и говорите ты кроме того будьте внимательны к заказчику не игнорируйте его вопросы в дальнейшем да на них отвечать ну и конечно имею ввиду профессиональные вопросы кроме того старайтесь давать чуть больше чем он просит то есть помогайте советам неожиданным для него может быть делайте какой-то бонус не заявляйте об этом сразу а давайте ему чуть больше то есть ему должно хотеться просто работать с вами и конечно это самое главное исключительно важно делайте хорошо свое дело если вы делаете свое дело хорошо при этом остаетесь вежливым человеком приятным человеком готовым дать чуть чуть больше чем от вас ждут этот клиент будет стопроцентно ваш а теперь давайте поговорим с вами про пассивные источники привлечения заказчиков так называемый пиар это не прямой источник получения заказов ваш личный пиар но со временем он будет неплохо работать для пиара обычно используются любые публичные возможности общение на форумах и в профессиональных сообществах какие-то профессиональные статьи или участие в конкурсах важно чтобы о вас узнала как можно больше потенциальных клиентов и коллег другой вопрос зачем нужна слава среди коллег поверьте это нужно для того чтобы они могли вас рекомендовать или просто распространять информацию о вас конечно это слава вас она должна быть доброй вас должны помнить как специалиста хорошего специалиста у вас должен быть позитивный имидж поэтому ваши публичные высказывания всегда должны быть обдуманными и профессиональными если вы пока в этом не уверены лучше с пиаром погодить и вступать в какие-то споры полемику на начальных этапах тоже не рекомендуется пока вы еще не закрепились как специалист пока у вас еще не появилось имя и узнаваемость итак задание на сегодняшний день выпишите на бумаге список источников получения заказов вам придется потрудиться исследовать поисковую систему набрать этот список оценить и выбрать для себя несколько вариантов потом подумайте какие источники подходят вам больше может случиться так что вам интереснее напрямую обращаться к клиентам то есть находить к примеру какие-то сайты которые нуждаются в ваших услугах и напрямую через контакты писать заказчикам потенциальным вашим клиентам следующий вариант возьмите любой проект заказчика на бирже фриланса какой-нибудь и оставьте на него ответ с учетом наших рекомендаций для тренировки может быть вы уже создали какой-то рабочий профиль на какой-то бирже уже его заполнили попробуйте попробуйте оставить ответ даже если у вас еще портфолио не готово все равно попробуйте это тренировка чем больше вы оставляете ответов тем лучше у вас это будет получаться и напоследок подумайте о том как вы можете использовать личный пиар пусть это будет не прямо сейчас но тем не менее наметить для себя схему план когда схема готова то потом конечно все это будет даваться проще легче и вы будете знать как себя правильно вести и еще кое-какие секреты мы расскажем вам в следующем видео а сейчас предлагаем заняться тем о чем мы рассказали и серьезно подойти к вопросу поиска и убеждения заказчиков удачи до встречи и разумеется и а удачи саи э Продолжение следует...